Привет, дорогие друзья! Сегодня 8 марта. Замечательный день, естественно, всех девушек, которые смотрят мой канал, а их целых 3% я поздравляю с этим замечательным днём. Хочу вам напомнить, что на моём канале на данный момент проходит розыгрыш биксеноновых линз. Ссылочку на условия и на видео с розыгрышем я оставляю в описании. Переходите, участвуйте. Завтра будут результаты в инстаграме в прямом эфире. И сегодня мы будем улучшать мультимедийную систему, так как старая штатная радиола, магнитола, как её там правильно называют, она уже глючит, диски сами по себе живут, там нет никаких флешек, ауксов, нужно это всё выводить, короче, коннектить. Не хочу заморачиваться, просто заказал новую магнитолу и заодно ещё прикупил новый сабвуфер, который сегодня мы соберём, покрасим и установим в эту тачку. Так что, друзья, я уверен, что вам должна понравиться эта серия. Присаживайтесь поудобнее и мы начинаем. Первым делом перед установкой я купил вот такие вот разноцветные баллончики. Здесь у нас 4 цвета вообще, жёлтый, зелёный, синий, ещё есть бордовый, ну и, естественно, чёрный матовый. Для того, чтобы покрасить наш сабвуфер полностью в чёрный цвет матовый и затем поверху мы сделаем такие как бы брызги, ну, стиль небольшой, такими вот цветными красками. Так что сейчас сначала подготавливаем сабвуфер, потом уже будем переходить к прокидке проводки, подключению, ну и остальным делам, связанным с автоплуком. Так, значит, саб уже покрасил, сейчас раптор высыхает, чтобы потом нанести на него ещё краски разноцветные, сейчас открываем капот и будем смотреть, по какой стороне, что мы будем проводить. Вообще, в планах хочу по левой стороне силовой кабель прокинуть, по правому порогу прокинуть уже РЦ-шку и провод питания от магнитолы. Значит, сейчас смотрим, у нас аккумулятор здесь. Да, всё, в принципе, правильно я прокинул. Кстати, подкапотка уже немного запачкалась, так как дожди у нас были, сейчас вроде как всё нормально стало, нужно будет поехать захимчистить, помыть. Ладно, хорошо, значит, плюс здесь у нас, минус здесь. Нужно как-то найти, как бы прокинуть нам проводку, силовой кабель куда провести, чтобы не сверлить. Ну, в общем, если даже сверлить нужно будет, то я думаю, ничего страшного в этом нет. Просто аккуратненько просверлим, обработаем, чтобы больше коррозия там не развивалась. И на этом закончим работу с подкапоткой и пойдём уже прокидывать кабеля по салону. Так, с проводкой мы практически всё решили. Ланцер, можно сказать, такой развоёван, и сейчас полностью все обшивки внутренние снимал я. Сейчас будем откручивать старую магнитолу и заодно посмотрим, что же там за новая такая магнитола, потому что вы её ещё практически не видели. Так, здесь у нас защита верхней декоративной панельки этой. Также откручиваем один винт. И нужно эту панельку вот так вот снять. Снимается отлично, легко, прям в идеальном состоянии такая. Кстати, видел на Алиэкспресс, такие уже готовые продаются там в любом исполнении. Там можно черепки, можно цветочки, можно розовенькое, можно какое-нибудь хромированное там. В общем, огромное количество разных вариантов под заказ. Ну, мне эти устраивают на данный момент, они тоже так неплохо смотрятся, поэтому ничего сейчас экспериментировать мы не будем. Значит, теперь нам нужно достать старое головное устройство, ну, которое у нас, мягко говоря, не очень-то и работает хорошо, оно самопроизвольно меняет как бы диски. Машина стоит, заглушена, вообще ключ зажигания вытянутый, и она начинает перелистывать, перелистывать, сама по себе, короче, живёт. И качество звучания в этой магнитолы. Кстати, давайте я сейчас вам покажу качество звучания, то как бы рассказываю. Вот, слышите? И вот такое делают постоянно. Так, ну, тридцаточку наваливаем, а громче оно уже начинает репеть. Вот, если честно, басы как бы есть такие, но никакущие, нужно по-любому ставить сабик. Всё же лучше, чем стоковая музыка на ладе, на четырках, но всё равно, вот, если прислушаться, то звук не очень такой насыщенный. Так, можно сказать, в какой-то бочке играет. Ну, в общем, это стандартная акустика, это не рок-форд, поэтому играет она, как сказать, на свои деньги. В общем, сейчас мы меняем вот эту магнитолу, снимаем, точнее, старую, и покажу, что же у нас пришло нового. Можно сказать, уже достали полностью всю внутрянку. И теперь давайте перейдём к распаковке новой магнитолы. Я думаю, шутки про коронавирус и китайские иероглифы на упаковке неуместны будут, потому что, как мы знаем, на посылках это всё дело у нас не передаётся, поэтому смело открываем. Кстати, скажу по секрету, она пришла буквально вчера ко мне, а на таможне она была поза-позавчера. Ну, то есть, по сути, свеженькая прямо с Китая. Значит, чего мы здесь имеем? Это магнитола на андроиде с GPS-ом, со всеми наворотами. Ну, в общем, должна играть уже намного лучше, чем штатная акустика, за счёт того, что всё-таки уже новые технологии, и качество звука должно быть намного получше, чем сейчас. Коробка пустая, больше ничего там нет. Так, есть раз пучок проводов. Это провод, я так понимаю, RCA для сабвуфера. Вот такая вот магнитолка с экраном. Всё интегрировано уже с рамкой переходной. Просто вставляем, подключаем. Всё на штатные места подключается. Здесь все разъёмы, которые были, у нас остаются. И, в принципе, работать оно будет точно так же, как и вот эта вот основная магнитола. Так что, как по мне, это достойная замена. И вот такой вот серенький кантик вообще идеально совпадает с интерьером салона. Как вы знаете, кольца на щитке приборов, на руле серенькие лепестки переключателей. Всё очень чётко. И, что самое главное, на экране уже наклеена плёночка. Значит, сейчас, я так понимаю, нам нужно будет со старой магнитолой переставить эти вот воздуховоды, так как на новой их нет. Да, это всё дело у нас сейчас на защёлках. Переставляется и, в принципе, собирается в обратном порядке. Давайте я, наверное, сейчас установлю, прокину стальную проводку, там подключу сабик. Кстати, сабик ещё нужно будет покрасить. И потом в конце видео уже сядем, так сказать, посмотрим, какие есть функции, насколько лучше эта магнитола играет. Ну, вообще сравним старую и новую, можно сказать. Ну, в принципе, там сравнивать даже нечего. Выбор как бы уже и так очевиден. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну, в принципе, сейчас запустил. По яркости мне всё устраивает. Не знаю, как на камеру это всё будет передаваться. Здесь она фокус поймать не может. Ну, в общем, да, солнце в свете прям в объектив. В общем, не очень видно. Но вживую, блин, даже не знаю как. Ну, вот так, что ли. Как-то примерно. Вот так сейчас ставим язык у нас. Так, язык. Так, сенсор отлично вообще реагирует. Чётко мне нравится. Так, сейчас давайте проведём такие небольшие настройки. Русский. Россия. Субтитры сделал DimaTorzok Знаете, сначала думал, как-то наляписто получилось, когда зелёного добавил. Такое, знаете, не очень. Сейчас положил с его ковриками. В целом, картина получается довольно-таки интересная. Залазит вот под ту часть. Вот так. Немножко нужно будет либо перекрутить нижнюю часть, наверное, сантиметр на два убрать. Либо же здесь поролон есть специальный вот такой. Я думаю, кромку вот там отрезать в углу. Как раз на кромке это всё дело стоит. И эти два сантиметра уйдут. И как бы ход свободный будет у этой губы. Потому что сверху она как бы ещё не упирается, но всё же уже на грани. Значит, примерно ближе туда подсовывается. У нас остаётся открытая вот эта секция. Мы можем что-то длинное перевозить. И здесь спереди места для сумок у нас вполне остаётся довольно-таки много. Ну, две-три сумочки можно будет поставить. Значит, сейчас думаю подключить, посмотреть, как играет. И завтра уже буду приезжать сюда доделывать, всё оккультуривать. Потому что, ну, вот так это тоже не будем оставлять. Нужно будет ещё оплётку добавить, змеиную кожу. Ах, минусок. Минусок подключил. Сейчас минусок. Ну, куда-нибудь вот примерно к этому болту можно будет подключить. Как раз по разъёму, по размеру всё подходит. Значит, пробуем, продолжаем экспериментировать. Ах, ты, говарь, отпусти. Ах, ах, отпусти. Всё, что было в рамках, всё, что есть одна. Я плыву, плыву вниз по течению. И всё хочется плечать. Ах, 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 ах. Ну, всё, друзья, в принципе, установка завершена. Смотрится всё-таки необычно, чем в карпете. Но зато это более практично в плане того, что пыль, грязь не будет на нём осаживаться. Ну, в общем, не будет видно всей той грязи, которая была видна на карпете. Значит, сейчас закрываемся и едем на другую локацию. Послушаем, как это всё дело звучит. Ну, и расскажу, что за компоненты, где их покупал. И сколько всё это дело нам обошлось. Из того, что самое большее мне важно было, это качество звучания. То, что можно ещё фильмасы просматривать, когда ждёшь кого-то. И также то, что она управляется прям тоже с руля. Вот, к примеру, сейчас переключаем музыку на такое меню стандартное. Естественно, есть ещё другое меню. Открываем, то есть всё здесь. Play Market, YouTube, в общем, всё есть. Настройки эквалайзера. Также включил Jazz сейчас, чтобы вот эти динамики на дверях более на высоких частотах играли. А сабвуфер именно добавлял баса. Значит, ещё что у нас из того, что я сделал. Настроил мультируль. Получается, как можно здесь у нас добавлять. Так же само можно и через руль нажимать. И оно, видите, всё работает. Как бы всё подключилось, всё отлично. Дальше, что у нас из такого? Есть, естественно, навигация. Причём стандартная. Очень просто включается вот так. И я ничего не скачивал. Прям здесь всё уже стандартное было. И сейчас примерно вот открывается. Не знаю, почему там было написано Израиль. Но оно само загружается. Я установил GPS-модуль. И как бы вот всё сразу, карты уже прогружены. Абсолютно ничего не скачивал. Всё у нас уже работает. Я как бы не автообзорщик. Магнитолы обозревать также не люблю. Нас что интересует? Нас интересует качество звучания, которое у нас получилось вместе с сабвуфером. Поэтому сейчас наваливаем какую-нибудь музыку. Единственное, плохо, что возможно будут авторские права. И сильно громко мы навалить это дело не сможем. Но, в общем, сейчас что-нибудь найду. И пойдём послушаем, как это всё дело играет. Опять же, я делал так, чтобы качество звучания именно в салоне было отличное. А то, что на улицу мне играет, там громко-негромко, мне это было абсолютно без разницы. Так, нашёл ремикс какой-то. Так, наваливаем. На тридцаточку. Качество звучания, насыщенность звучания улучшилась. Это однозначно. С руля делать. Тише становится. Да, это вам не крутёлка, чтобы быстренько закрутил. И всё, оно уменьшилось. Конечно, это кнопочки немножко, но нужно привыкать. Раньше была крутёлка, быстренько всё это делал. В общем, по цене, по бюджету. Сабвуфер покупал на сайте Drossel.ua. То есть, кстати, ещё будет скидка на всю продукцию SWAT. Вот, можно купить сабвуфер, если кто ищет. Немного других товаров по ссылке в описании. Но мне он обошёлся. 2125 гривен. Но это доставка бесплатная, ещё в магазине. Плюс короб 600 гривен. Ну, покрасить там плюс-минус соточка ушла у меня, потому что Raptor был. И магнитола 5000. В общем, стоимость всей вот этой доработки. Плюс-минус 300 долларов. Да, вот примерно так оно и получилось. Да, мультимедиа, конечно же, крутая стала. Это просто бесспорно. Вот я уже вчера покатал своих друзей. Все садятся, сразу же говорят, что, ну да, реально, тема классная. И знаете, уже салон выглядит как-то по-новому, по-модному. Ну, что я могу сказать. Мне вкатило также этой мощности сабвуфера под стоковой динамики без усилителя. Также мне достаточно проводка полностью. Всё рассчитано, сделано по уму, красиво. Не так, как я делал до этого. Ну, потому что всё-таки машина уже немножко другого уровня. И нужно делать всё чётко, красиво. Ну, как у нас сегодня и получилось. Единственное, что я не успел в этой серии, это поставить камеру заднего вида. Просто-напросто я её не нашёл в нашем городе. Хотя нет, вру, нашёл в одном месте 500 гривен. Но на самом деле камера стоит 200. Её проще заказать уже с интернета. Поэтому я её закажу. Ещё нужно будет прокинуть регулятор бас-бусты на сабвуфер. Потому что на усилителе он стандартный есть. Вот когда придёт это всё дело, я закину камеру заднего вида. Я, кстати, думал закинуть её вот сюда, снизу. Здесь есть такая вот перемычечка. Прямо к ней как-то прикрутить, чтобы она аккуратненько вот здесь торчала. Чтобы её практически не было заметно. Потому что в ланцере не очень удобно сдавать сзади. Потому что стекло, как сказать, так сильно завалено. И спойлер с багажником немножко мешает. Но опять же, это всё устраняется при помощи установки камеры заднего вида. Тем более на большом 10-дюймовом дисплее это будет очень хорошо видно и заметно. В общем, друзья, что хочу сказать напоследок. Если у кого-то есть штатная акустика на вашей иномарке, так сказать. Если она уже устарела. То вот такая вот магнитола продаётся практически на все автомобили. Независимо от производства. Немцы, корейцы, японцы, китайцы. Огромное количество разных переходных пластин. Огромное количество именно конфигураций. В общем, ссылку на магнитолу, где я покупал. Кстати, я её покупал. Парни сделали небольшую скидку. И надеюсь, если вы скажете, что вы от меня, вам тоже будет небольшая скидка. Ну а на сегодня, друзья, с вами буду прощаться. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравились эти доработки.